Ну и к другим темам. 22 мая в церковных календарях значится как день перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Ли Киев в город Бар. Сегодня в храмах страны и Волгодонска в частности чествует святителя Николая, одного из любимейших святых русского народа. Его почитают дважды в год, зимой 19 декабря и весной 22 мая. Вместе с прихожанами крестовоздвиженского храма на праздничной службе побывала и наша съемочная группа. Он родился в конце 3 века в Малой Азии и стал епископом Мирликийских. Он никогда не был в России, скорее всего ничего о ней не слышал, но стал одним из самых дорогих и любимых святых в нашей стране. Святитель Николай Чудотворец, Никола Милостивый, Никола Угодник. Сегодня православные чтят память великого покровителя моряков и путешественников, защитника сироты нищеты, помощника в финансовых трудностях, заступника несправедливо обиженных. В мае Никола летний, в декабре зимний. Его праздник православные отмечают дважды в году, но обращаются к нему гораздо чаще. Это, пожалуй, единственный святой, у которого просят помощи даже неверующие люди. Ведь о чудесах, сотворенных святителем Николаем Мирликийским, ходит немало историй. Одна из таких произошла с волгодончанкой Радой Житько. Все ему молимся, все. Я когда-то стояла у его свечей, у подсвечника, и обожгла руку, палец, у меня вздулся вот такой пузырь. Думаю, ой, боль такая. Ну, потом стали молиться, свечи переставлять, забыли обо всем. Я домой прихожу, а ничего нет. Николай Чудотворец все сотворил. Мир всем христианам. Считается, что с Миколиного дня тепло на землю спустилось. Сегодня в крестовоздвиженском храме святили баптистерий. Верующие смогли совершить троекратное погружение в священную купель, приносящую очищение и благодать. И всем желающим мы также приглашаем, не только на сегодня, но также и в будущем, все летом мы будем освящать воду. По воскресеньям, по великим праздникам будет у нас водосвятная молебна, потому что источники монастырей далеко от нас, здесь поблизости нет как таковых, надо куда-то ехать. Можете приходить сюда, мы с радостью вас встретим. Благослови вас Господь на многие года, на многое лето. Окунуться в освященную воду в крестовоздвиженском храме можно каждое воскресенье и в дни великих праздников.